Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Продолжим сегодня с вами разговор о приготовлении и использовании продукта домашней биотехнологии уксуса. Уксуса на основе уксусной матки. Одним из необычных видов уксуса, которые можно приготовить дома, я бы назвал свекольный уксус. Или можно назвать его свекольный квас, потому что напиток имеет достаточно кислый вкус, ну очень приятный и ароматный, необычный, но мне очень сильно нравится. Приготовить свекольный квас достаточно просто. Необходимо взять одну большую или две среднего размера свеклы, стереть их на мелкую терку, ну как например на драники, на самую мелкую терку. Можно с помощью комбайна, погружного блендера, как угодно. Залить вот это количество тертой свеклы примерно литром воды. И обязательно заселить туда уксусную матку. Заселение уксусной матки является очень важным этапом. Сам по себе вот этот настой свеклы, его не надо варить, ничего. Вот все в сыром виде, кипяченую воду холодную только нужно взять. Вот сама эта свекла, вот этот настой, он не обладает достаточной кислотностью, чтобы уксусная матка завелась там самостоятельно. Поэтому если ее туда не заселить, этот продукт скорее всего забродит и испортится. После заселения уксусной матки необходимо подержать этот уксус в течение примерно трех недель в не слишком теплом, умеренно прохладном месте, но то, что мы называем комнатной температурой. Ни у батареи и ни где-то на холоде. При температуре около 20-22 градусов в течение трех недель. За это время сахара, которая содержится в свекле, преимущественно сахароза, превратится дрожжами в глюкозу, фруктозу, в спирт, а спирт подхватится уксусно-кислыми бактериями и превратится в уксусную кислоту. Некоторое количество глюкозы превратится в гликолевую кислоту, которая обладает значительными сильными антисептическими свойствами. Кроме того, как и молочно-кислые бактерии, и даже еще сильнее уксусно-кислые бактерии способны продуцировать и выделять в уксус такие вещества пептидной природы, как бактериоцины. Они убивают широкий спектр различных микроорганизмов, и благодаря этим бактериоцинам уксусно-кислые бактерии, как локтями, распихивают всех конкурентов, не давая им поселиться в таком вкусном и богатом на питательные вещества субстрате. Кроме того, свекла содержит значительное количество фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, других ростовых факторов, которые очень хорошо влияют на развитие уксусной матки. В итоге у нас получается, как обычно, вот такая вот уксусная матка на поверхности. Вот так вот она вырастает, приобретает такой цвет красной свеклы. А продукт превращается в весьма приятно пахнущий. Знаете, он больше всего пахнет холодником, если туда добавляется уксус. Вот вкус столовского, запах столовского холодника такого очень приятного. Или маринованной свеклы. Вот примерно так это пахнет. Его можно, очень красивого цвета, его можно потреблять в разбавленном виде, столовая ложка на стакан воды и пить. Но имейте в виду, как и свекла, так и этот уксус обладает легким послабляющим действием. Поэтому хорошо для тех, кто такой запористый, у кого есть кслонность к запорам, к застою кишечника. Он сохраняет все полезные свойства свеклы. Однако же при этом лишается такого неприятного свойства свеклы, как обилие оксалатов. Оксалаты здесь истощаются и превращаются в другие вещества. Поэтому вот этот свекольный квас или уксус из свеклы, вот таким образом приготовленный, является очень-очень полезным. Благодаря содержанию гликолевой кислоты, а также бактериоцинам, этот квас является прекрасным продуктом для лечения полости рта. В первую очередь горло. Вот кто склонен к фаренгитам, кангинам, танзелитам, обязательно используйте этот рецепт для полоскания горла. Вы можете попробовать этот продукт. Вот по мне, его даже и разбавлять не надо для полоскания горла. Вот набираете в рот и запрокидываете голову. И стандартно, как получите горло, чем угодно, когда болеете ангиной, прополаскиваете горло вот этим вот уксусом из свеклы. Он обладает совершенно уникальным, совершенно отличным от других видов уксуса лечебным действием. Вы можете смешать свеклу пополам с яблочным соком, добавить сюда еще какие-то соки, так как вам нравится. Но самым лечебным эффектом обладает чистый свекольный уксус. Не забывайте, что для заселения любых соков, кроме яблочного, вам необходимо прибавлять примерно 10% от объема готового уксуса. Он может быть яблочный, арбузный, какой-то фруктовый, какой угодно, но готового уксуса с живой уксусной маткой. Это будет прекрасный продукт для вашего здоровья, для вашего горла, для вашего долголетия. Применяйте эти полоскания и с лечебной целью, когда горло уже болит, и с целью профилактики этих заболеваний. Если попили холодного, если где-то сквознячок был, ну каждый сам знает, в каких случаях может случиться вот эта беда и может заболеть горло. Много говорили, у меня, например, как у лектора, у педагога после длительных лекций горло болит иногда, и поэтому я всегда прихожу домой, перед сном прополаскиваю горло вот этим вот уксусом, он у меня всегда на готове. Что ж, желаю вам здоровья, желаю вам долголетия, не болеть и пользоваться настоящими природными средствами для сохранения и приумножения здоровья вашего и ваших близких. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Процветок. Процветок